В аптеку, больницу или магазин. Для этих людей машина не роскошь, а настоящее средство передвижения. Самим перемещаться трудно, либо невозможно, не позволяет здоровье. Сегодня ключи от автомобилей с ручным управлением вручили четырем жителям Ульяновской области. Все они имеют инвалидность, которую получили из-за травм во время выполнения профессиональных обязательств. Ежегодную помощь этой категории граждан оказывает региональное отделение Федерального фонда социального страхования. Вначале выдавались автомобили класса АК, марки АК, потом были Жигули, и на сегодняшний день выдаются автомобили марки Лада Гранта. Каждая машина оборудована с учетом индивидуальных особенностей пострадавшего, с учетом его особенностей, оборудована машина ручным управлением. Стараемся сделать это в более-менее торжественной обстановке. Транспортом пострадавших на производстве в регионе обеспечивают с 2001 года. За 17 лет, например, выдали 278 автомобилей. Предполагается, что спецмашина прослужит хозяину 7 лет. Далее гражданин может вновь встать в очередь на получение авто в региональном отделении фонда. Например, как Акрем Усманович из Старокулаткинского района. Для него это уже пятый автомобиль. Мужчина инвалид с 1961 года. До этого времени работал на комбайне. На нем же получил травму, в результате которой остался без ноги. Приходилось перемещаться в социальные учреждения на такси. Бывало, что в сутки вызывали машину по три раза. И это хорошо, потому что мне неудобно. В маршрутку больно-то не залезешь. Некоторые больно-то и не хотят. А с этой, куда хочешь, туда уже съедешь. Особенно по больницам сейчас начнется. Опять беготня. Кроме машины, пострадавшие раз в год получают компенсацию на текущий ремонт и топливо. Возмещают затраты и на капремонт авто. Рината Леулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.